это желание приумножить обеспечить почему это все по-другому элементарная рациональность если вы хотите сказать что христос иуде доверяет деньги потому что знает точно что он вор и подлец это говорит о том что христос как управленец он не управляет но очевидно что иуда не внезапно решил предать все-таки христа то есть он вынашивал эту идею можем ли мы предположить на основании того что ты сейчас сказал что самого начала у христа было особое отношение к иуде но ведь мы должны помнить евангелие написаны значительно позже воскресенье вознесения и конечно любой евангелистов держал в уме да то что иуда конечно так сделал получается что в каком смысле иуда был одним из самых внимательных слушателей причастился ли иуда или нет если он причастился почему это причастие не пошло ему на пользу то есть иоанн гораздо жестче относится к воде чем например матфей относится к иуде и он не просто предает христа он издевается над ним если бы он хотел бы героем но пошел бы придал бесплатно что называется если ради идеи а здесь вот это что мне дадите насколько сильно в нем вот это вот обида была на бога да за что это 30 сребреников 30 сребреников это цена раба иуда мог не предать это просто учение наше учение о свободе воли мы как общество не вывозим то что он сделал вот не вывозим вы считаете что иуда спас добрый вечер дорогие братья отцы и владыки ваше преосвященство преосвященнейший владыка феоктист благословите задать вам заранее согласованы с вами вопрос по поводу иуды отец павел дорогой конечно же ваше преосвященство скажите как на духу а вот вы уверены что есть люди мерзкие не встречал то есть вы хотите сказать что из вашего богатого пастырского опыта вы ни разу не встречались с редчайшим мерзавцем я не верю существование таких эталонных абсолютных мерзавцев потому что тот человек который в моих глазах может таким выглядеть или не казаться таковым по сути своей не обязательно так не является очень бога хорошо теоретически вы можете себе представить что существует абсолютнейший стопроцентный негодяй не способны никакому раскаянию изменению нет то есть вы считаете что иуда спасся нет между этими двумя утверждениями пропасть логическая отец дмитрий благословите скажите пожалуйста считаете ли вы что иуда в раю сложный вопрос сложный вопрос конечно господь будет все решать окончательные судьбы всех в том числе иуды кстати да вот и самых таких злостных мерзавцев вот но традиция все-таки наша христианская православная говорить нам что скорее всего иуда-то находится где-то на глубинах ада где-то там вот то есть ну традиции иконописные да потом гимнографическая традиция а встречали ли вы в вашей жизни отъявленнейших нераскаившихся мерзавцев ну отъявленнейшего каждое утро встречаю зеркало смотрюсь вот отъявленнейший мерзавец на меня смотрит вот но вот он кается вот а про других вот не знаю потому что ну вести то он может себя как последний подлец человек вот а что там внутри то ну одному богу известно вы не допускаете возможности существования человека который был бы своего рода эталоном человеческой подлости предательства и человека ненавистничества и богохульства допускаю но мне кажется что это состояние на такое динамическое вот что здесь нету вот какого-то такого предела который человек достигает и все можно медаль выдавать то есть молодец ты супер подлец победил в конкурсе подлецов вот я думаю все таки что вот то о чем ты сказал это некий такой вектор да вот и ну то есть некий такой континуум подлости и человек с какой-то точки начинает и в какую-то точку наверное может прийти вот ну иуда находится вот видимо где-то ближе к концу вот этого континуума подлости вот и мерзопакостности всяческой да спасибо ваше преподобие за содержательные глубокие ответы ваше преподобие дорогой досточтимый доцент московской духовной академии священник стефан домущи позвольте вам задать пару вопросов связанных с человеческим нечестием пожалуйста смотрите нет я не юродствую вы не думаете что я юрод я удовлетворяю запрос наших слушателей на то что давай и еще еще не еще 30 секунд удовлетворения запросов и будем нормально общаться так я же этого и хочу добиться чтобы снять все вопросы чтобы хорошо наших зрителей не было ощущение того что здесь собралась какая-то компашка что они вообще не чтут друг друга что к архиерею обращаются церковный этикет не знают по абсолютно невежда когда интонации должны быть другими йорническая интонация встречали ли вы в жизни плохих людей я встречал в жизни людей которые совершали плохие поступки это не значит что они плохие люди это разные вещи допускаете ли вы ситуацию при которой эти плохие люди могут иметь предельную степень своей худости что значит предельная степень мне кажется что у меня стиль делов ни в одну ни в другую сторону хорошо допускаете ли вы что определенные люди за всю историю человечества должны могут оказаться на самом дыне человеческой подлости мерзости гадости и всех прочих того чтобы называем грехом во плоти допускаю вместе с тем допускаю что господь способен к ним снизойти вот туда где они находятся что он собственно сделал когда умер на кресте благодарю отец стефан скажите пожалуйста считаете ли вы что иуда в раю нет я не считаю что иуда в раю церковная традиция в той иконографической части и в части предания в которой говорит что иуда в аду мне кажется что она в некотором таком педагогическом смысле говорит о том что путь иуды приводит вот туда вот при этом я не думаю что кто-то даже комментируя слова там сын погибели например да в итоге взял бы на себя ответственность решить до конца судьбу иуды потому что все-таки судьбы всех будут решаться на последнем суде страшном суде поэтому можем сказать что вот этот путь да он ведет вот туда а куда пришел конкретный человек это тайны его встречи со христом то есть другими словами получается что все то что мы знаем об уде эта история связанная с какой-то совершенно исключительной ситуации которые никогда до и после в истории человечества не было почему нет в чем исключительность исключительность в том что судя по отношению к воде четко прописан в нашем во первых богослужебном каноне во вторых в самом священном писании потому что ни об одном другом человеке мы не слышим такого свидетельства когда бы сам бог сказал лучше было бы этому человеку не родиться так это или не нет конкретно конечно да то есть на иуда указывая если так и сказал но он говорил о том что лучше жернов и в реку да и о тех людях которые ну что по сути дела можно поставить знак равенства между двумя фразами жернов на шею в реку и не родиться на тем которые соблазняют малых сих например то есть момент антологические или педагогические то есть тем самым бог говорит их зря вообще этих людей в мир привел потому что лучше бы но это было ошибка это моя ошибка говорит господь что вообще этим людям дал жизнь или это момент педагогические что мне кажется совершенно очевидно что это педагогика и стефан тоже так думаете как и гимнографии уж простите вы этом упомянули я знаю что многих христиан православных вдумчивых читающих размышляющих смущают богослужение великой пятницы и вот такое постоянное промывание его личности вот но я вот вижу в этом просто поэзию которые которые необходимо относиться как поэзии странная поэзия смакование чужого греха и чужой мир она педагогическая поэзия ну и тут мне кажется не смакование греха как такового обращение к слушателю с тем чтобы он подумал о себе самому и о том как легко можно перейти грань ведь вот одна из задач загадок евангельских она никогда не будет разрешена и существует множество предположений многие люди на протяжении веков книги пишут какие-то выдвигают гипотезы почему один из 12 апостолов повел себя таким образом я думаю что на этот вопрос и сам и он не смог бы ответить и вот здесь предлагаю сделать небольшую паузу остановиться и с отца димитрия начав услышав совершенно четкий ответ что мы знаем про иуду только пожалуйста без всяких фантазий не нужно два слова хорошо приказали бы дорогой тези не власти пожалуйста уйдет конечно я по поводу гимнографии мне кажется что очень важно видеть целостности и упоминание иуда например в писании и упоминание в гимнографии то есть в той же гимнографии в которой говорится значит что вот предатель твой там на дно ада во вкладине цистление там и прочее прочее в конце и мало кто это замечает потому что обычно это хор поет там есть одно прошение в конце господи спаси мир то есть вот сначала можно писать там распинатели твои все там на дно ада и и предатель твой туда же и проклятый сатана и все прочее да а в конце господи спаси мир то же самое и здесь да христос сказал лучше бы ему было не родиться да христос сказал там лучше этому там мельничный жернов на шею но апостол павел пишет что христос за всех умер да апостол павел пишет что бог хочет всем спастись и в познание истины прийти и если мы будем делать акцент только на одних каких-то отрывках и канона того же до тех же статей и чиновописания да нам может показаться что вот все это последняя некоторая правда об этих людях но это не последняя правда потому что есть другие слова есть другие молитвы другие призывы спасибо итак давайте теперь попробуем посмотреть что мы на самом деле знаем про юду исходя из тех евангельских свидетельств ну что с кого начнем кто-кто-кто жаждет ну и не то что жажду ну я начну потому что возможно это единственное что я смогу вразумительного про юду то сказать иуда один из 12 апостолов христовых призван вместе с другими к ученичеству сопровождал христа на протяжении трех с половиной лет его земной проповеди что о нем известно известно что он был южанин напомню просто что израильское государство делилось на две части север и юг да то есть южная часть это иудея столица города иерусалим вот эта часть она такая ортодоксальная вот там фарисеи там книжники да то есть там всякие такие оплотники традиционный оплот до фундаментализм такой да традиция мощная храмы иерусалимские регулярное богослужение жертвы вот и соответственно ну народ с таким менталитетом особым да то есть он не особо настроен к диалогу с иноверцами закрытый очень такой а с другой стороны юг это у нас получается галилея север галилея галилея напротив она очень открытая потому что смешанное население евреи живут вместе с язычниками вот постоянные контакты кроме того торговые прути проходят если в юрусалим там тупиковая ветвь то через галилею путь идет скажем так из сирии в египет да и там постоянно караваны туда обратно ну соответственно новые идеи ну и к слову про христос любил проповедовать именно в галилее да и все три синоптических евангелия они именно проповеди в галилее потому что там легко было контакт с людьми находить в иудее было сложно он туда не очень любил ходить вот только на праздники на большие вот если 11 апостолов 11 апостолов они все галилея не галилея не да они оттуда из галилеи вот причем некоторые из них это родственники спасителя то иуда это единственный человек который по-видимому единственный который происходил из иудеи все он абсолютно чужат до он чужак собственно иуды из кариотский ну как по версии одной вот этот кариот это пригород иерусалима вот то есть иуда из городка кариот вот с городка кариот что еще не может сказать он был назначаем при Спасители, то есть у него была должность, об этом в Евангелии упоминается, то есть Господь ему доверяет денежную казну, а мы помним, что Христос и апостолы это не просто такие странствующие нищие, все-таки там была такая хорошая финансовая поддержка, потому что многие женщины ходили и служили ему своим имением, то есть были состоятельные женщины, видимо, мужья занимали какие-то должности, и естественно денежка шла на какие-то нужды, плюс, видимо, на благотворительность, потому что нищим по благословению Христа Иуда эти деньги раздавал. И, собственно, он был казначеем, он сидел на этом денежном мешке, он заботился о трапезах, видимо, о гостиницах, о нищих, о каком-то таком, как это назвать, быт устраивал. Завхоз казначей, все в одном лице. И, видимо, о чем это говорит, о том, что, во-первых, с учениками наверняка были какие-то конфликты, потому что они все галилеяне, а он южанин. Причем, возможно, не очень такого хорошего характера открытого, потому что как ортодоксальный иудей он, возможно, так высокомерно относился к своим северным собратьям, оязычившимся. С другой стороны, галилеяне, видимо, они платили ему тем же, потому что все-таки... Ну, Дух Святой еще не зашел на апостолов. У них все было по-нашему, по-человечески. У них все было по-простому, да. А с другой стороны еще маленький момент. Видимо, Христос его сразу приблизил к себе. То есть, он входит в очень узкий круг очень близких людей. Потому что все-таки доверить финансы, доверить заботу о себе и о товарищах, ну, здесь явно к человеку какое-то доверие оказано. Ну, и много там в Евангелии... Так, подождите, стоп, давайте здесь сделаем небольшую паузу, ваше Преосвященство, достойчивый Владыка. Ну, все уже поняли, что ты тоже можешь. Скажи мне, пожалуйста, пожалуйста, давай по-нормальному. Да, как ты думаешь? А все то, что отец Дмитрий рассказал, даже если мы это примем, как есть, оно как-то сыграло роль в дальнейшей судьбе? Сейчас, секундочку, можно я мимо темы сейчас. Вы заметили, что в своей речи отец Дмитрий использовал очень характерное поповское слово, которое только, по-моему, наши собратья используют. Слово «денюжка». Да, прости. Это было прекрасно. Я должен был это сказать. Прости. Итак, вот то, что Иуда был из Иудеи, то, что он был чужаком, то, что он был сразу приближен к Христу, то, что было вот это напряжение между всеми остальными членами общины Христа, во-первых, такой, ну да, апостольской общины и Иуда. Это как-то повлияло на то, что происходило дальше с Иудой? Или это вообще как-то оно с другим не вяжется? Отец Дмитрий, он ведь несколько раз оговорился, я с ним абсолютно согласен, возможно, он предполагает, ну, то есть, это не отец Дмитрий предполагает, есть исследования соответствующие, можно предполагать, да, потому что, конечно, из Евангелия как будто бы прочитывается то, что вот это напряжение было, что Иуда был особняком и вот вся сложность общения внутри апостолов, но ведь мы должны помнить, Евангелия написана значительно позже воскресенье и вознесенье, и, конечно, любой из евангелистов держал в уме, да, то, что Иуда в конечном итоге сделал. И это как-то, ну, не могло не сказаться на тексте, это абсолютно, мне кажется, очевидно. Буквально один момент. Мне кажется, что самих апостолов, вот остальных 11, нельзя рассматривать как какой-то монолит, потому что, если мы посмотрим на синоптиков, например, возмущение ученика или учеников по поводу склянец, значит, мира драгоценного и прочее, там не называется имя, а у Иоанна называется, то есть, явно Иоанн жёстче относится. И, кстати, именно у Иоанна говорится, что, значит, вот я 12 вас избрал, но один из вас сатана, и Иоанн говорит, он говорит, это об Иуде, который предаст его, то есть, Иоанн гораздо жёстче относится к Иуде, чем, например, Матфей относится к Иуде, потому что именно Матфей рассказывает о раскаянии, Матфей рассказывает, то есть, Матфей мягче, а Иоанн жёстче, тут тоже по-разному. Может быть, потому что Иоанн ближе ко Христу, и поэтому там... Ну, тут надо ещё думать о богословских идеях, да, от воли новой Евангелия, но это мы утонем, я думаю. Но, конечно, кажется, что вот эта гипотеза, она такая наиболее, ну, такая лежащая на поверхности, да, потому что действительно есть южанин, и южане вообще все в целом относились к Галилеям не очень хорошо, от Галилеи может быть, что доброе бытие, когда узнали о Христе, да, Сан-Зарет. Ну, он, да, Назарет, это галилейский город, но тут суть в том, что это самое, отсылка к Галилее. И, конечно, можно предположить, это абсолютная гипотеза, да, что само по себе предательство связано именно с этим южным менталитетом, в том смысле, что Иуда увидел в какой-то момент, совершенно очевидно увидел, что это не Мессия, не Машех в том смысле, в котором его понимали и до сих пор понимают иудеи. Вот, что он не собирается становиться земным царём, что, ну, со всеми вытекающими, что он собирается сражаться, что просто вообще он не собирается спасать Израиль. Слушай, или мы сейчас в голову мысль пришла. Получается, что в каком-то смысле Иуда был одним из самых внимательных слушателей, потому что апостолы, которые ходили за Христом, они же до конца не верили в это и до конца считали, что это не так. Укорно не понимали. А он не понял. Даже когда он воскрес, они его окружают и говорят, не сейчас ли восстанавливаешь царство Израилю, на что он отвечает, не ваше дело, знать времена и сроки. А Иуда, он же тоже всё это слышит и до него доходит раньше, чем до остальных. И интересно, что он никогда, ну, или во всяком случае мы в Евангелии не можем делать такого вывода, чтобы он спорил на эту тему со Христом. Потому что апостол Пётр, который, да нет, Господи, ты что, не надо этого всего. И они не понимают, не понимают, а он молчит, ну, и вот как будто бы делает вывод. Друзья мои, перед вами сейчас была озвучена одна из наиболее распространённых версий, которой на самом деле в самом тексте Евангелия мы подтверждений не находим. Не находим. Это просто надо сразу чётко обозначить. Специально для вас, дорогие наши зрители, наши слушатели, мы будем отмечать моменты, в которых мы будем уклоняться от прямого, буквального понимания того, что мы имеем в Священном Писании, которое является Божественным Откровением. Ну, отец Павел, я абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что сама эта мысль о том, что Иуда Южанин, она связана с этим прозвищем Искариот, который там праздновал, может быть, воспринято. И, собственно говоря, тоже гипотеза. У нас нет его генеологии никакой. Ну, наверное, да. Нет, ну, всё-таки, мне кажется, Искариот имеет больше оснований, чем то, что ты сейчас предложил в качестве варианта причины его предательства. Я думаю, до предательства мы ещё с вами добредём. Давайте пока ещё дальше немножко пройдём. Я предложил бы отцу Стефану подхватить рассказ отца Дмитрия. Он остановился на том, что он был казначеем, он решал текущие вопросы жизнеобеспечения, хозяйственные и так далее. И что дальше? Вот по Евангелию, по Священному Писанию, что ещё мы знаем о Боге и к чему это всё в конце концов приводит? Мы точно знаем, что в определённый момент он в паре с каким-то другим апостолам был послан миссионерствовать, проповедовать, потому что Христос разделил двенадцать, да, и по два послал их в разные города, ну, города условно, там, эти селения, да, которые там в округе были. Мы знаем, что ему была дана, как и другим апостолам, власть изгонять бесов, исцелять болезни и прочее, то есть, он вполне исполнял такую апостольскую миссию наравне с другими апостолами. Судя по всему, кстати, деньгами, ну, или по крайней мере, какими-то хозяйственными такими вещами заведовал не только он. Например, в чуде о насыщении нескольких тысяч человек, я не помню, в каком из них именно, по-моему, Филипп, да, выступает тоже, когда Христос спрашивает, сколько у нас чего, и Филипп ему отвечает, то есть, возможно, была какая-то группа, может быть, которая за это могла отвечать. Вот, дальше, если мне не изменяет память, мы сразу переходим к моменту, то есть, я не помню чего-то особенного, что было бы дальше связано с жизнью Иуды, мы сразу переходим к последним дням, где он, с одной стороны, после входа Господня в Иерусалим и того, как он ушел в дом Симона, фарисей, да, он был Симон, в тот дом, в котором женщина-грешница пришла и плакала, и слезами омывала ноги Христа, и вот она эту склянницу мира драгоценного открыла, разбила, там, да, или как-то, ну, в общем смысле в том, что она этим миром оттирала ноги Христа, и Иуда возмутился тому, что было потрачено такое драгоценное, такой драгоценный состав, который можно было бы продать и пожертвовать деньги нищим, и далее мы знаем, что он решил Христа предать, пришел к первому священнику. То есть, это стало для него такая прям, как сегодня бы сказали, некая поворотная точка. Ну, дело в том, что, насколько я понимаю, ответ Христа был довольно, ну, может быть, обидным, или, по крайней мере, как-то могло его задеть. Ну, мне так кажется. Я не знаю, точно ли это стало поворотной точкой, мы просто видим, что в тексте это так, но, как известно, если что-то случается после, не значит, что оно случается из-за этого. Владыка? Как ты думаешь? Вот этот ответ Христа. Что могло задеть Иуду в этой всей ситуации, с тратой мира, с в целом странной ситуацией, когда... Ну, слушайте, мы же... Участивой женщине оказывают... Объективно. Денег много потратили. Просто жалко. Деньги жалко не бывают. Ну, смотря, что... Слушай, в жизни много чего бывает, всяко разное бывает. Все ситуативно. Думаешь, что дело в том, что Иуда просто увидел огромную сумму, которую... Просто хозяйственник увидел, что вот большие средства были выброшены на ветер. Ты думаешь, что это за ним? Я просто как церковный бюрократ и, в общем-то, уже недалеко не первый год, как и ты, ну ты дольше, конечно, возглавляя всякие церковные юрлицы, ну ты же понимаешь, что ты-то настоятельный, да? И тут вот, ну или там, ты, понятно, констальт, и ответственность уже за трату денег, да? Не за хранение их, а за трат. Слава богу, медлитый старт. Ну вот, видишь, какое-то странное, с твоей точки зрения, расходование. Ну так, мы же часто это происходит с нами. Ну, в семье происходит, жената может купить что-то не того, нет? Нет, может. Может, но и все-таки я не верю, что вот такая трата могла стать причиной предательства. Я тоже не верю, поэтому я говорю, что это возмущение мне кажется таким вполне естественным. Отец Дмитрий, ваша версия. А по поводу чего траты? Да, по поводу того, что там произошло в доме Симова. Ну, очевидно, что Иуда не внезапно решил предать все-таки Христа, то есть он вынашивал эту идею, и я полностью согласен, не помню, то ли отец Стефан, то Владыка сказал, что он разочаровывается во Христе, как в Мессии. На основании чего ты делаешь такое умозаключение? Оно требует какой-то поддержки писаниям, хотя бы, не знаю, толкованиями святых отцов. Пока все висит в воздухе. Нет, на самом деле, как бы, есть определенные какие-то маркеры в самом тексте, в поступках Иуды, в действиях Иуды, которые говорят о том, что он хорошо знал сам священное писание, он хорошо знал закон, и он не просто предает Христа, он издевается над ним. Он это делает с неким таким услаждением, потому что, видимо, в какой-то момент, на мой взгляд, опять же, это реконструкция, видимо, в какой-то момент он понимает, что все как бы это фиаско, никакого восстановления царства не будет, что этот человек самозванец, видимо, да, он обрекает на смерти себя и окружающих, он привел, по сути, в тупик. И Иуда, ну, здесь ряд мотивов каких-то переплелся. Где это видно в тексте? А, ну, во-первых, он, например, целует Христа в Гефсиманском саду, то есть, это явно издевательство. Он вообще мог в Гефсиманский сад не идти. Зачем? Пошел к первосвященникам. Ну, это потом, да. Вот, собственно, там вот эти маркеры и находятся, да. Потом, когда он приходит к священникам и говорит, предал я кровь невинную, вот, по сути, что он делает? Вот, он не просто идет и раскаивается, он, ну, осознав, что все-таки он невинного человека предал на смерть, не мессию, потому что сейчас для него Христос не мессия. Да, он же и не говорит, я предал мессию. Да, у него совесть просыпается, и он приходит и говорит, предайте мне смерти, потому что, во-первых, я лжесвидетельствовал, а по закону это смерть, да, а во-вторых, он говорит о том, что он предал невинного человека, и по закону это тоже смерть. Да, да. И он это прекрасно знает, вот так бы он пошел и удавился с самого начала, а он идет к первосвященникам, возвращает им деньги, да, и говорит, осудите меня по закону, я готов понести смерть по закону. Мы немножко перепрыгнули сейчас. Ну, просто вот это, мне кажется, вот там ответ на вопрос, что все-таки он человек-то благочестивый, да, он человек благочестивый, и он не подонок с самого начала, он не подлец. И во многом как бы он совершил то, что совершил, потому что у него в голове была совершенно иная модель реальности, нежели та, которую предлагал ученикам Спаситель. Вот, и мне вот здесь вот очень этот поступок, тут явная перекличка, по-моему, даже отцы эту параллель проводят, это грех Хама. Помните, у Ной было три сына, Сим, Хам и Иофет, после потопа Ной напился вина, лежал пьяный в шатре, вот, Хам увидел и пошел рассказал братьям. Вот, и Ной, собственно, его проклинает за этот грех, ну, не его, а сына, как бы, да, Ханаана, ну, в общем, Хама и Ханаана, вот, в чем грех Хама был, обыкновенно у нас это так представляют, что, ну, просто увидел голого отца, обнаженного, пошел и просто, как подросток, знаете, такой злой, рассказал всем, ха-ха, смотрите, вот напился старик, да, вот, но интересное очень рассуждение читал одного экзегета, он говорит, ну, представьте, благочестивая семья Ноя, да, явное действие Божие, сыновья явные, это действие явное Божие видят постоянно, вот, Хам пережил потоп, то есть, страшное бедствие, он видел, как Господь сам своей рукой закрывал дверь ковчега, ну, и так далее, и тому подобное, то есть, Хам, это все-таки был богобоязненный человек, и, возможно, грех-то его заключался не в том, что он просто по глупости поиздевался над Отцом, он стал, наоборот, его упрекать в его нечестии, он говорил, что ж ты делаешь-то, ты же такой верующий человек, да, Господь тебе такую миссию доверил, высокую, а ты вот так вот себя опозорил, то есть, такой фарисейская гордыня такая, да, вот, Хамова гордыня, вот, Хамов грех, ну, вспоминается сразу притча о мытаре фарисеи, и в случае с Иудой могло быть то же самое, примерно то же самое, то есть, он предает Христа именно потому, что он не оправдал его надежды, да, а у Иуды очень сильные надежды были, и поэтому он издевается над Христом, да, вот, целует гефсимани, ну, что царь иудейский, вот, с таким настроением, да, отец Павел, мне кажется, я бы вот немножко продолжил, мне кажется, что если бы Иуда просто разочаровался, ему ничто не мешало бы просто уйти, ну, вот, ты понял, что тебе не по пути с этим человеком, ты мог, ну, просто уходишь, да, как, например, были же люди, которые уходили, Христос же и апостолам говорит, там, да, вы не хотите отойти, то есть, он всегда был готов к тому, что человек развернется и уйдет, потому что не захочет разделять с ним дальше путь, и в этом смысле не просто, там, готовность, Иуде не предложили, а он сам пошел и предложил, то есть, здесь явно речь шла о какой-то обиде, о желании... О чем-то очень личное, о разочаровании. О разочаровании, да, 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 именно что он потратил время, силы, надежды. Мне кажется, что я вот как-то мне то, что сказал отец с Дмитрием ближе, потому что если мы... Так я продолжил. Не совсем, ну да, ну нет, в том смысле, что если мы представим себе вот человека, ну так как-то войдем, да, в этот образ иудея, про верного, ждущего. Вот тогда мы вспомним апостола Павла, ну и тогда еще Савла, да, ведь он тоже мог ничего не делать в смысле, но он для чего-то гнал христиан. Правильно, это возмущение было. Потому что с их точки зрения, там, первый священник тоже высказывал, лучше одному умереть, чем там наш народ погибнет, потому что они видели, видели, что Христос, его действия, его последователи могут привести к серьезному конфликту с Римом и, ну, собственно говоря, там произойдет 70-й год, только не в 70-м году, а пораньше. Вот, и поэтому здесь как будто бы долг, ну как вот, у Павла был долг, да, такой, перед его народом, перед его верой отеческой гнать христиан, так и здесь, возможно, тот же самый эффект. То есть, Иуда, как благочестивый человек, понял, что Христос ведет людей не туда, и он решает в правильном возмущении, но тут я согласен, я согласен, но здесь тоже было расползается. Здесь переплетены различные мотивы, потому что он все-таки сребролюбец был, Иуда, в том-то и дело, здесь наложилось, в том-то и дело. Друзья, если позволить, мне кажется, два момента есть очень важных, которые здесь как-то не очень стыкуются друг с другом. Во-первых, какая ни была бы маленькая апостольская община, было бы очень странно делать человеком номер два, т.е. тот, кто обеспечивает материальную сторону их жизни и владеет всеми финансами, столь ненадёжного человека. Ну, подождите, почему номер два, когда Пётр, Иоанн, и Яков... Ну, и что? А это у тебя на приходе, козначей, номер два? А вообще так... Отец Павел, подождите, Христос везде на фавор, в Весиманский сад, он везде берёт с собой других учеников, ни Иуду ни разу. Ну, хорошо, но не номер два, номер три с половиной. Номер четыре. Ну, доверенное лицо. Ну, всё равно, слушай, финансам всё равно допускают человека, которому абсолютно доверяют, но это же очевидная вещь. Может быть, в современном мире это так? А какие все основания предполагают, что в древнем мире было... Ну, я к тому говорю, что, понимаешь, мне как-то не хочется, я не могу, может быть, просто я сам по-другому устроен, но я не могу представить, чтобы для спасителя финансовая сторона жизни... Ну, то есть, вот община первая была настолько важна, вот, ну, чтобы прямо о ней думать. Почему у нас сегодня доверяют финансы самому доверенному? Потому что это желание приумножить, обеспечить свою жизнь у Христа совсем по-другому. Да, друзья, это элементарная рациональность. Если вы хотите сказать, что Христос Иуде доверяет деньги, потому что знает точно, что он вор и подлец, это говорит о том, что Христос, как управленец, он делает абсолютно неправильно. Да он не управленец. Так понятно, что он не управленец, но с точки зрения любой здравой логики, с твоей точки зрения, как отца, ты своему ребёнку, про которого знаешь, что он тоже всё, протратив все деньги, будешь давать большие суммы? Конечно же, нет. Ты тем самым его подталкиваешь к греху. Разве не так? Отец Павел, дорогой, во-первых, Иуда не ребёнок, начнём с этого. А во-вторых, я знаю, ну, сейчас не стану говорить, потом за кадром скажу, некоторых прекрасных управленцев, архиереев, которые, ну, сейчас не про деньги делись, да, а которые человек проштрафился, они в качестве наказания его награждают, поощряют и так далее, чтобы он через это ощутил милость и справился. То есть, ведь идея в том, чтобы человек стал лучше. А к этой цели можно идти по-разному. Можно через бичевание, можно через другого рода. Ну, бичевание. Даже бывает, что… Я уж прошу прощения. Есть, вот тоже преподаватели разные есть. Есть такие преподаватели, которые тебе ставят, ну, нехорошую оценку, и ты излишься, и, в общем-то, ничего дальше не делаешь. Ну, твоя идея, там, если двойку получил, как-то вызабрить, издать и забыть это всё дело. А есть другого типа преподавателей, которые тебе показывают, что ты, в общем-то, плаваешь в предмете, и ставят тебе хорошую оценку. А тут выходишь сильно виноватым и горячим желанием вот эти все лакуны восполнить свои образовательные. Идёшь это и делаешь. И через это они тебя зажигают. То есть, они тебе, оказывая милость, тебя вот исправляют. И тут вопрос такой в педагогике. Поэтому я повторю ещё раз. Я знаю лично хороших управленцев, которые вот таким вот образом действуют. И это не всегда оно достигает цели. Я могу предположить, что и Христос тоже по этому пришёл. То есть, можем ли мы предположить, на основании того, что ты сейчас сказал, что с самого начала у Христа было особое отношение к Иуде. И это было отношение сверх, так скажем, благостное. Он давал ему особое отношение. Он давал ему больший, так скажем, карт-бланш, нежели другим. Поставив его на очень ответственный, так скажем, пост. Я бы не сказал про карт-бланш, я бы сказал про милость и внимание, которые должно было бы, или, может быть, была надежда, что она как-то изменит этого человека. Ну, то есть, есть проблема, и ты эту проблему позволяешь человеку решить. Ты ставишь его в место, в котором он эту проблему может решать под твоим чутким руководством в твоём присутствии. Отец Павел видел о другом, он о другом спрашивает. Он спрашивает о том, знал ли Христос, на этот хочет вопрос вывести. У него можно не получается. Это следующий заход. Нет, подождите, всё-таки меня очень волнует этот вопрос. Почему, во-первых, евангелист Иоанн прямо говорит о том, что он был вором? И вся наша церковная гимнографическая традиция, она многократно повторяет таким просто рефреном. Вор или стец, вор или стец, вор или стец. Мне кажется, что всё-таки это говорится уже постфактум. Мне кажется, что когда они странствуют, Христос проповедуют, они рядом с ним, они не знают об этом, кроме Христа. Христос, это, конечно, как сейчас мы все говорим, реконструкция. Но мне кажется, что Христос как раз врачует Иуду через это служение. Через доверие. Через доверие. Да, совершенно верно. Это же так же, как он врачует Петра очень часто. Да, да. Смотрите, ещё раз просто упрощаю предельно всё. Человеку, который склонен к воровству, он доверяет большую сумму. Ну, то есть доверяет управлению деньгами по сравнению с всем остальным, чтобы таким образом он излечился своей страстью. Я правильно воживаю? Нет, а с чего вы взяли, что он склонен к воровству. Вор и склонен к воровству разные вещи. Подождите, отец Павел. Простой вопрос из курса аскетики, если угодно, как пастырю. Вот приходит к тебе человек на исповедь и говорит, «Батюшка, так и так, вот раздражаюсь на своего коллегу». Здесь у меня коллега, как его вижу, у меня просто вообще всё кипит, и вот я себя не контролирую. Внимание, вопрос. Дорогой батюшка, что мне с этим делать? Как мне побороть вот эту страсть раздражительности? Ты меня спрашиваешь, чтобы я ответил на этого человека? И существует совершенно классический ответ, прописанный во многих источниках, на которые мы ориентируемся. Так вот, что делать-то? Да, действительно, что делать-то? Нет, я тебя спрашиваю. Ты как пастыр должен... Ты меня спрашиваешь, что я ему скажу? Что ты этому человеку скажешь? Ну, я этому человеку скажу, попробуй выяснить, какую именно проблему в тебе твое раздражение решает. Я бы с этой точки зрения... То есть, ты уходишь в психологию? Ну, я бы ушёл в эту сторону. Да, потому что на просто месте раздражения не бывает никогда. Бог помещает тебя в определённые обстоятельства, чтобы излечить конкретную твою болезнь. Ты просишь терпения, он посылает тебе ситуацию, в которой тебе придётся терпеть. И, соответственно, ты не должен избегать поводов к терпению. Или поводов к тому, чтобы бороться с раздражительностью. И здесь то же самое с финансовой всей этой историей. И это работает со человеками, кроме одного. А цену? А цену? Ну, это всё прекрасно. Ну, отец Дмитрий, а если я эту ситуацию перевёл бы в тему с алкоголизмом, можно ли сказать, что человек, который страдает алкогольной или наркотической зависимостью, вот его поместив, так скажем, работать в бар, тем самым мы поможем ему избавиться от этой зависимости? А что ты на отца Дмитрия смотришь? Да я к любому из вас. Он не страдает. Нет, я без разницы, хорошо, кому угодно этот вопрос можно адресовать. Но вы очень много говорили. Дайте отцу Дмитрию хоть поучаствовать. Нет, я думаю, вряд ли, конечно. Если человек страдает от алкоголизма или наркомании, то рядом с веществами ему находиться лучше не надо. Ну, это очевидно, да. Так, послушайте, а чем отличается алкоголизм с наркоманией от, например, сребролюбия, когда человек при виде денег, его просто начинает трясти, у него свет в глазах появляется и так далее. Можно я вас спрошу в ответ, считаете ли вы, что Христос либо не знал, либо по ошибке, либо как-то не додумался, в общем, что для Иуда это будет опасно или вредно? Вывод какой? Либо он это сделал сознательно, и мы знаем, что сознательно, либо это какая-то ошибка пастырская. Нет, я думаю, что здесь всё немножко вообще по-другому, в другом ракурсе разворачивается. Что Христос прекрасно знал об этих особенностях Иуда, и он его ставит к означаем в надежде... Он повышает ставки. Он знает, что вот эта способность Иуды, она может сильно сработать как в плюс, так и в минус. Правильно, и он ставит его в ситуацию, в которой он может излечиться. И ситуация предательства самого, она очень интересно переплетается с самим сребролюбием Иуды. То есть, тут очень мощный личный мотив, и он, мне кажется, вообще даже не религиозный. Мне кажется, там что-то... Вот в какой-то момент Христос его настолько сильно зацепил внутренне, на какой-то глубине, что Иуду понесло. То есть, сорвались какие-то тормоза, которые его удерживали плюс-минус в общем духе апостольской общины. Прости, ты тут как-то полчаса назад нам говорил, братья, а на чём вы основываете своему заключение? Это абсолютно ни на чём не основанному заключению. Прошу зафиксировать это частное богословское и даже не богословское мнение. Но всё же, я бы вот эту мысль хотел сейчас подхватить. Вот мы с ладыкой говорили о том, что может... Ну, была такая мысль, что может быть Иуда как-то возмутился из праведного своего ожидания одного. И вот я сижу и думаю, и понимаю, что всё же, мне кажется, что если бы это было желание остановить людей, которые идут не туда и не за тем, это было бы сделано по-другому. Можно было заявить об этом, можно было сказать об этом открыто, можно было вступить в конфронтацию. Иначе получается, что Иуда такой борец за правду, за спасение, за идею, он всё-таки пошёл и предал. Это было неоткрытое, неоткровенное какое-то желание сказать... Вот Пётр в этом смысле очень честный человек. Он подходит и говорит, учитель, ты не туда идёшь. Давай там ты вот это вот... То есть, он... Искренен. Он искренен. Если он считает, что Иисус должен быть политически мессией, он ему так и скажет. Слушай, ты давай не ходи в Иерусалим, тебя там убьют и прочее, и прочее. А Иуда, он не просто возмущается, он не вступает в конфронтацию. Но его нигде не видим. Он не вступает, не переходит на сторону саддукеев, фарисеев, книжников и так далее. Он идёт, предаёт, ещё и говорит, что вы мне дадите за это. И вот по поводу, что вы мне дадите, действительно здесь какой-то личный мотив. Даже если бы он хотел быть героем, но пошёл бы предал бесплатно, что называется. Ради идей. Ради идей, да. А здесь вот это, что мне дадите. Ну да, вот это интересный момент. Ведь ученики и другие ученики, не только Иуда, но они всю дорогу спорят, какие должности они займут. А Иуду мы не видим, не слышим нигде. Они тоже спорят. Но Иуда, видимо, на что он рассчитывает? Он хочет стать как минимум министром финансов при дворе будущего мессии. Это тоже интерпретация. Ну это интерпретация, да, но тем не менее, вот какие у него надежды. Сейчас придём в Иерусалим, мессия займёт престол, я буду казначем, я буду только не на уровне общинки маленькой, но на уровне всей Палестины. Здорово. Но этого никто ему не обещал. Да, и видимо, когда, собственно, дело-то не выгорает, он идёт, он мстит, во-первых, да, и продаёт за 30 сребряньков. Вот хоть какая-то подушка безопасности возникает финансовая. Ключевой вопрос, стоп, дождите, а почему месть, откуда, за что мстить, когда ведь, простите, история ещё не закончилась. Атист Павел, а смотрите, какой момент. Христос ещё живой. Христа ещё не арестовали, это всё предположение. Вдруг откуда такой мощный мотив ненависти и мести? Смотрите, когда Иуда возмущается и говорит, эти деньги надо было бы потратить туда-туда-то, Христос говорит, она приготовила меня к погребению. То есть, люди, которые торжественно входят в Иерусалим, Асанна, Вышник, сын Давида, все восхищения, изгнание торговцев из храма и прочее, кажется, вот, набирает обороты, обороты, и тут вдруг она приготовила меня к погребению. То есть, это явное указание на то, что все прежние разговоры про грядущее мучение и так далее, это не просто слова были. Действительно, и что значит она приготовила меня к погребению? Ну, вот священники, которые крестят, они знают, что какое-то время после крестин пальцы пахнут миром. То есть, это ближайшее, если тебя приготовили к погребению, это значит какой-то небольшой период, и всё закончится. Это не какие-то десятилетия спустя. И для Иуды это явное свидетельство, что человек, который вошёл как царь в Иерусалим, он не собирается дальше становиться царём. Вот эти слова могли послужить ключевой такой точкой. И про эти же слова тоже пару слов буквально. То есть, Иуда видит, как всё, окончательно он контроль теряет. Он вроде бы ещё носил, когда он свой ящик, почему говорится, что он был вор, видимо, он как-то что-то откладывал там. Откладывал на чёрный день, откладывал. Это тоже предположение. И себе откладывал, потому что это уже не предположение в тексте говорится, что он брал для себя. То есть, он пытался каким-то образом обеспечить себе будущее, видимо, на всякий случай. А тут такие деньги уходят как бы из-под носа. Там говорится, сколько это было. Ну, в общем, смысл в том, что вот эта сумма, вот эта склянница, она стоила в два раза больше, чем та сумма, за которую он предал Христа. То есть, предал он за 30 сребреников, а там, по-моему, 64 сребреника. Но там не в сребрениках, там... В Дидрахмах. Да, в чём-то там другая стоит денежная единица. Ну, деньги пропадают. И он понимает, что всё как бы пропало. Дело пропало, как бы никакого престола точно не будет. И что-то этот человек задумал вообще странное, что вообще в планы мои не входит. И, конечно же, здесь обида. И нужно... Ну, раз ты меня провёл, вот я тебе поверил. Вот я сейчас на тобой сам посмеюсь. Ты надо мной посмеялся, я на тобой сам посмеюсь. А в чём заключается посмеяние Иуды с позиции Христа? Как раба. Не понял. А, в смысле... Ну, то есть, в чём заключается претензия Иуды ко Христу? Ты сказал, вот ты надо мной посмеялся, сейчас я тебе отомщу. Ну, у Иуды же были какие-то надежды и перспективы на будущее. Три с половиной года надежд. Конечно. Пётр, он был очень искренний человек, да. Он бы... Ну, не было у него это чревоточины, как у Иуды. Вот этой любви к такому тотальному контролю всего. Он не хотел обогатиться. А Иуда ещё и обогатиться хотел. То есть, конечно, у него были и чаяния какие-то мессианские свои, как у всех апостолов. Но ещё была чревоточина в виде того, что он хотел богатства, славы, комфорта, уюта. И всё это в его сознании, как и, впрочем, в сознании многих иудеев того времени, не противоречило мессианству. Вот помните юноша богатый, который подходит ко Христу? Ну что, я хочу тоже жизнь вечную наследовать. Раздай всё, иди за мной. Хотя все заповеди исполнил, был благочестивым человеком. Отец Дмитрий очень удачно, мне кажется, вспомнил историю с богатым юношей, потому что там ведь есть продолжение. Он отошёл, скорбя, а ученики такие, вау, кто может спастись? И казалось бы, им-то какой... То есть, почему у них-то возникает вопрос? И ясно, что они понимали, ну, как-то лучше, чем современные читатели, этот посыл, что ты должен вообще всё отдать. Ну, в смысле, вообще всё отдать. А у Луки так и есть выражение, кто не раздал всего, не может быть моим учеником. Это всё не подразумевает, только материальное. Ты одни надежды свои, боль свои, если угодно. Всё, всё, всё отдать. И это безумно сложно. И, но смущает, кстати, в этой истории меня другое. Там Христос говорит, что истина, говорю вам, вы оставившие всё, там, да, вот, вся эти там, на 12 престолах. А Юда, что мы же тоже был. И это и ему слова адресованы. Их вообще 12 престолов, да. Ему слова адресованы, ведь, по большому счёту. Ну, и апостолы там не редактируют эти слова. Нет, 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 я думаю, что здесь логика следующая, что вот если вы за мною до конца пойдёте, то вы сядете. Ну, я понимаю, я понимаю. Мне кажется, что вот глубинная причина как раз та, которая озвучена вот в этой истории с юношей богатым. Него что-то сохранил для себя, в смысле сердце своё, где-то внутри себя. Понятное дело, что все так или иначе сохраняют, но кто-то может с этим расстаться, ну, в какой-то момент, как это делают другие апостолы, а кто-то не способен. И вот это, потому что можно рассуждать о Биуде сколько угодно, но мне думается, что тут ещё вся эта история, она ведь не просто так, какой-то исторический персонаж там и так далее. Она ещё и для нас важна. То есть, и мы её как-то должны прочитывать и о себе что-то подумать. Потому что говорить о Биуде и не думая о самом себе, да, это немножко, ну, бесполезно, мне кажется, в контексте. Прекрасный поворот такой вот, заход. Ладыка, ну, хорошо, а вот в чём с твоей точки зрения главная драма, личностная драма Иуда? Мне кажется, вот как раз то, что я чуть раньше озвучил, невозможность, неспособность, нежелание, недостаток, мужества, не знаю, как это, чем это описать. Мужества? Отдать Христу всё, без остатка. Всё, что в тебе есть. Да, то есть, до обиды причём такой на Христа. То есть, он почувствовал, что он вот та точка, когда он должен отдать, а он не смог отдать, потому что слишком дорого сердцу ему это было. И как раз таки сребролюбие – это внешнее просто выражение, да, вот то, что ему дорого. Вот это вот, то есть, насколько сильно в нём вот эта вот обида была на Бога, да. За что? Ну, потому что Господь ему говорит, отдай мне самое дорогое, вот, надежды свои на то, что ты будешь, ну, всё будет так, как ты хочешь, да, вот. Вот, кстати, самое дорогое, действительно. Да, да, да. Да, самое дорогое. Твоё желание. Откажись от своего образа Мессии, который у тебя в голове живёт, от того, что ты будешь в мессианском царстве, вместе ты с ним будешь управлять там Палестин или какой-то частью Палестин. У тебя финансы будут, расположение, уважение. Откажись от всего этого. А Иуда не может, он в пустоте отказывается. Но, видимо, внутри какой-то голос, наверное, вот, какой-то голос здравого смысла и благодати, которая действует через Христа на него, она как бы, ну, создаёт такие условия, когда он вот-вот и откажется ради этого, ради Христа как бы от этого. И он этого жутко боится, да. И напряжение такое, что он в страшную обиду просто впадает, вот в обиду какую-то, озлобленность. То есть, вот она драма, как бы, да. Я очень соглашусь с отцом Дмитрием, потому что мне кажется, что если бы не было обиды и желания отомстить, не было бы предательства. Было бы что угодно. Ушёл в сторону, возмутился публично и так далее. А вот именно предательство выдаёт лично вдруг рождённое плохое отношение. Не просто разочарование, а именно желание наказать и отвернуться. Причём показательно наказать. Да, да. Ну, вот в этом смысле, Владыка, я два слова буквально в ответ на твою реплику по поводу того, что мы должны на себя смотреть. Действительно, люди очень часто примеряют на себя роль Иуда и задают себе вопросом, вот мы предаём, вот Иуда предал. Всё-таки в Евангелии есть два предательства, и сравнивая два предательства, предательство Иуды и предательство Петра... Ну, отречение всё-таки Петра. Ну, хорошо, два... Ну, то есть, предательство и отречение. Я бы сказал, что в большой мере многие из нас поступают скорее как Пётр, а не как Иуда. Просто в тени Иуды мы... И плюс, учитывая, что Пётр покаялся, мы его вот это отречение не особо часто принимаем в внимание, но вообще надо сказать, что здесь есть существенная разница. Иуда совершает сознательный поступок. Да, он актор, активный деятель. Да, в котором его никто не принуждал, не заставлял, не выкручивал ему руки и так далее. Петра вынуждают обстоятельства. Он был настроен хорошо, он был настроен подружески, но так сложилось, что ему обстоятельства выкрутили руки, и он смолодушничал. И тут же раскаялся. И вот в большинстве случаев можно сказать, наверное, так, что какой-то сознательный грех, когда ты говоришь, а вот здесь, Господи, я хочу по-другому поступить. То есть, ты совершаешь акт некоторый сознательный. Вот то, что называется в традиции смертным грехом. Когда ты не можешь случайно совершить, ты не можешь случайно богохульствовать, случайно идолопоклонствовать, случайно прелюбодействовать и так далее, да? Можешь. Ебископ говорит, можешь. Ну, истории, может быть, бывают разные. Ну, конечно, ты случайно можешь убить, но заметь, в Ветхом Завете случайное убийство ты можешь убежать и спрятаться, а не случайное убийство, а в любом случае казнят. Так вот, ты закончил? Сейчас сейчас, да. Пётр как раз совершает нечто под давлением обстоятельств, и потом тут же раскаивается, большинство наших грехов, если мы не меняем вектора своей направленности к Богу, они не такие. Если мы не становимся богоборцами. Да, мы не становимся богоборцами. Мы именно молодушничаем, нас вот сворачивают какие-то обстоятельства, и мы тут же говорим, Господи, что случилось? Абсолютно твой согласен, но я бы хотел дополнить. Всё же и заодно немножко, может быть, и внести, актуализировать нашу тему, как ты считаешь, вот сейчас же у нас есть всякие громкие уходы из священства или из церкви каких-то медийных людей с последующим таким вот негативом или борьбой с церковью? Вот это что? Это ведь это спланированное действие, вот невозможно, вот это как раз случайно сделать невозможное. То есть ты был в церкви и вышел, был в сане, и снял сан и сказал, что, ну и начал там, так сказать, соответствующую деятельность вести. Это сильно отличается, мне думается, от того, что Пётр с Петром случилось, да? Да, я согласен. И я ведь это, когда говорю, я понимаю, что на самом-то деле вот это вот такого рода грех тоже с любым человеком может случиться, с любым из нас. Да, конечно. Но тут такой момент вот по поводу всех этих громких уходов. Мне дед рассказывал, в его время, когда он учился, у них был какой-то преподаватель, по-моему, что-то он по Писанию преподавал, то ли Ветхий, то ли Новый Завет. И он ушёл из церкви, тоже публично хлопнул дверью, и студенты к нему пошли, собралась группа студентов, которые пришли и сказали, вот вы когда правду говорили? Когда нам, а он очень зажигательный был, его очень любили студенты, вы правду говорили, когда вы нам что-то рассказывали? Или вот сейчас, когда вы делаете громкие заявления, и он отвернулся и не смог с ними разговаривать. То есть, тоже во всех вот этих хлопаньях мы не знаем всей внутренней... Подноготной. Подноготной человеком. Безусловно. Но ведь видишь, тут тоже вот те слова, которые ты сказал, я их не точно совсем, мне кажется, спортом, но сейчас не хочу на них возвращаться вообще, о том, что он мог поступить сотни способов, публично заявить. Ну, хорошо, ведь в случае, если у человека случился какой-то кризис, по коему случаю он ушёл из церкви, неважно по какой, я подчёркиваю, дальше могут быть разные тоже парадигмы поведения. И мы знаем также многих людей, которые делают это тихо и незаметно, и без какого-либо потом причинения вреда церкви. Даже наоборот, они это делают максимально, щадя церковь, понимая, что это их внутренняя проблема, их трагедия, боль, и они никоим образом не хотят в ней винить кого бы то ни было ещё, тем более церковь. Есть другого рода люди. То есть, тут тоже, видишь, есть различные парадигмы действия. Да, конечно, но тут на какой причине они выбирают именно вот эту. Ну, ты сам сказал. Если это то же самое, то, к чему вот вы подводили и подвели в конечном итоге, даже как сошлись втроём, я не присоединялся к вашей, так сказать, что иуды двигало там какая-то жуткая обида, как предположение, да, предположение. Ведь здесь мы тоже видим обида вот у этих людей, обида на церковь, на конкретных архиереев, священник, ну, неважно кого, вот, и начинаются вот эти вот очень похожие темы. Да, ну, тут ты сам сказал, есть люди, которые понимают, что проблема в них, а есть люди, которые думают, что проблема в них, в других, в тех, кто на проточных скажет. Друзья, я предлагаю вернуться всё-таки к иуде, да, к тексту, и давайте вот на какую тему поразмышляем. Про обиду можно добавить? Это тридцать сребреников, тридцать сребреников – это цена раба. То есть, он как бы говорили спасителю, ну, вот ты мог бы стать царём, да, а ты хочешь быть рабом – ну, и будь рабом. Я тебе продаю как раба. Я тебе продаю как раба. Вот и всё как бы, да, то есть, здесь явные какие-то вот... Но всё-таки вот тут может быть издёвка не со стороны Иуды, а со стороны первосвященников, потому что он пришёл и сказал, что мне дадите, и они дали ему тридцать Их инициатива была, да. Ну да, вот такой. Да, да. Итак, смотрите, каковы отношения между Иисусом и Иудой в последние дни перед предательством, особенно во время Тайной вечери? Вот вас ничего в этом всём, все истории, как её описывают евангелисты, не смущает, не удивляет? Кто может рассказать, что там было? Отец, Стефан, может быть, ты? Ты? Нет, ты расскажешь. А я расскажу. Хорошо, да. Да, интересная очень история, потому что, во-первых, первое, что смущает – это подготовку Тайной вечери совершает не Иуда. Идёт Пётр и Иоанн, сколько я помню, да? Кто текст хорошо помнит? Ну и другие люди. Да, другие ученики. Да, другие апостолы, другие апостолы совершают. То есть, получается, что Иуда чем-то другим занят. Чем? Вопрос непонятный. Дальше. Что происходит на самой Тайной вечере? Иуда где-то находится на близком расстоянии от Иисуса, потому что представить себе 12 человек, которые сидят вокруг… Не сидят, а возлежат, это ещё длиннее. Да. То есть, о чём это говорит? О том, что Христос посадил его на расстоянии в вытянутой руки. Ну, двух, по крайней мере. Если в одну. Ну, солила. Одна коренция. Ну, да. Двух. Но всё равно это близко. Да. Очень. Спасно, близко. Третий момент. После того, как уходит Иуда, взяв этот кусок, Христос читает слова, произносит слова первосвященческой молитвы, в которой несколько раз повторяется фактически то же самое слово, как что и сам Иуда. Иуда, насколько я помню, это слава Божия, прославляющая Бога. «Ныне прославися, Сын Человеческий, и Бог прославися в нём». Первосвященческая молитва, да? То есть, тут явно идёт какая-то перекличка, опять-таки. Дальше. Вопрос самый интересный и самый такой, наверное, неоднозначный, в котором не сходится никто из святых отцов, причастился ли Иуда или нет. Если он причастился, почему это причастие не пошло ему на пользу? Я думаю, что он причастился. Мне кажется, это такая более-менее общая мысль. И следующий звезд. Ну, не важно. Важно, что я так склоняюсь к этому. И это тоже очень замечательный момент, потому что, переходя уже к нашему современному воспроизведению таинства, тела и крови, совершению его. Воспроизведению тайны вечера, я имею в виду, и совершению таинства тела и крови. Ведь многие люди действительно склонны размышлять о таинствах, как о чём-то таком, что действует автоматически и безусловно. Но это не так. И мы с вами все знаем по себе, что после причащения довольно легко можно скатиться в совсем иное состояние, даже ещё не дойдя до выхода из храма. Это мы очень благостным быть и радостным, но тут какой-то… Стоит тебе наступить кому-то на ногу? Ну, тут что-то может… Если что-то тебе наступить на ногу, да. Что-то произойти такое, что ты взорвёшься и, соответственно, придёшь в худшее состояние, чем ты был. И это, мне кажется, как раз говорит о том, что никакие таинства сами по себе, у них нет такого безусловного действия, что здесь ещё должна быть какая-то внутренняя работа, внутренняя готовность и желание жить. То есть причастие – это не печать праведности? Ну, как будто бы нет. Мне кажется, что в один момент выпустили ещё омовение ног. Да, да. Христос омывал ноги и омыл их в том числе и Иуде. И он сказал, что теперь вы чисты, но не все, тоже намекая на Иуду. И мне кажется, это важно вот почему, что сам Христос может тебе ноги омыть, но пока ты внутренне держишься за какие-то свои греховные планы, за свой греховный выбор, ничего не может, тебя ничего не может изменить. Вот Бог сам омывает тебя. И помните, Пётр говорит, не только ноги, но и голову, всего меня мой. И ничего не может Христос делать с тобой, потому что ты в своём настрое. Вот потом, кстати, этот же сюжет обыгрывает Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе», когда Христос целует инквизитора, и поцелуй горит на его щеке, но инквизитор остаётся в своём настрое, в своём мнении. Он в уставе поцелует и щёлку, насколько я помню. Ну, может быть, я к тому, что поцелуй горит на сердце буквально этого инквизитора, но он остаётся в своём выборе. Вот Иуда то же самое, ему Христос ноги омыл, и сказал все эти вещи, я посреди вас как служащий, и Иуда всё равно. Отец Дмитрий, почему Христос, зная, кто его предаёт, почему он так деликатно, очень мягко, вот он вокруг и около ходит, один из вас предаст меня, какие там ещё есть... Но ты сказал, в итоге он ему говорит, не я ли Господи? Да, там идёт по возрастающей, по возрастающей всё. И Иоанн слышит. И вплоть до того, кому я подам кусок, и с этого куска входит в него сатана, вот что это значит, с этим куском входит в него сатана? Понятно, что это не причастие, естественно, очевидно. Ну, конечно, да. То есть, это то, чтобы после, да, то есть, никакое причастие всолило не могло быть, амочено, то есть, мы об этом понимаем. Это вопрос надо сразу снять. Я тогда, наверное, вернусь к вопросу к причастию, ну, как бы последовательно просто. Я тоже вот как-то читал, сейчас смотрел какие-то, даже статьи просматривал, и, в общем, две точки зрения, причём у святых отцов уже встречаются, то есть, часть святых отцов говорит, что он не причастился, да, категорично. Там и Ларий Пиктовийский, по-моему. Ефрем Сирин. Ефрем Сирин, да. А вот часть отцов говорит, что причащался. Златоуст. Златоуст и Блаженный Августин, они говорят, причащался. Причащался. И причём наша гимнографическая традиция, то есть, службы четверка Великого и Пятка, они тоже говорят, что Иуда причастился. И в самом Евангелии, как бы, вот там тоже два разных прочтения, у Матфея и у Марка, вроде бы как, исходя из текста, Иуда не причастился. Потому, что сначала Христос говорит о том, что один из вас предаст меня, а потом идёт установление таинства. То есть, можно предположить, что Христос сказал, Иуда ушёл, и после этого он таинство установил. А в Евангелии от Луки, а мы знаем, что Лука, он очень дотошный до истории, до фактологии, и он старался в чёткой хронологической последовательности всё сложить. У него сначала идут установительные молитвы, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, то есть, как бы, само причастие. А потом уже говорится об Иуде. То есть, по логике Иуда присутствовал при установлении, как бы, да, он причастился. Месяц со всеми. Да. Уже потом он уходит. Вот. Это то, что касается вот причастия. И мне, на самом деле, как-то вот это тоже, ну, такая точка зрения импонирует, потому что… То есть, Христос не исключает никого. Христос не исключает, да. То есть, здесь какой-то… Даже того, о ком знает, что он будет его, фактически, убийцей. Да. То есть, здесь какое-то учение о Кеносисе том же самом, да, божественном. То есть, Христос умаляется до самого ада. То есть, он готов самыми последними подонками разделить своё тело и кровь. Зная, что они подонки. Да. Но, возможно, есть какой-то шанс на то, что человек обратится в последний момент. Вот через это. Да. И здесь, конечно… И для нас это большая надежда, на самом деле. Потому что, ну, все мы причащаемся, ну, недостойно, что говорят. Сколько он там запущается. Мне кажется, мы должны помнить всегда… Мне кажется, мы должны помнить всегда о том, что в этих словах, что отростника надобленного не переломит, или она курящегося не угасит. И действительно, мы видим, что вот то, что начинал говорить, да, или даже сказал о той вот постепенности, что на намёках и прямо-прямо-прямо-прямо. Ну, всё примеет, так сказать, да, и откровенно уже. Всё же надежда была, и что свобода воли… Ну, а почему он, Владыка, вот ты как правящий архиерий был? Ну, что ты мне всё с этим правящим архиериями? Ну, подожди. Я помню, что я правящий архиерий спрашиваю. Вот у тебя конкретный клирик, который очень сильно… Накосячил. Накосячил. Да. Вот ты… Почему ты разве в педагогических целях не возьмёшь его так и скажешь? Ты что делаешь? Это разве будет не поэтически? Прямо так, чтобы уж прям потрясти как след. На самом-то деле там… Ты же не будешь ходить вокруг, до окол, до окол, там всё какими-то… Это каждый раз индивидуальная ситуация. Тут вопрос вот какой. Как, ну, ты сказал, уже правящий архиерий, конечно, я под присягой нахожусь определённой. Это, во-первых. Во-вторых, моя забота, в первую очередь, церковь. И я тут должен оценивать возможный или уже существующий риск для церкви как таковой. И, соответственно, исходя из этого действовать. А там уже, ну, во-первых, этот риск просчитать. Во-вторых, уже конкретно зная этого человека, как-то с ним там взаимодействовать и смотреть. Ну, в первую очередь, имея в виду памяти, да, то есть, стреляем своим, минимизировать вред для церкви. Хорошо. Повторю, это очень по-разному. Хорошо, я не спорю. Но смотрите, вот у Христа явно есть определённая какая-то педагогическая логика. Вот в этом возрастании… Призыва, да, к покаянию. Намёка, намёка на покаяние, да. Но получается, что вся эта логика полностью рушится. А что изменилось бы, если он прямо сказал? Что могло бы быть хуже, чем то, что произошло? Вы имеете в виду, что Христос, намекая Иуде на то, что он знает… Кто предатель. Кто предатель. Но это было сказано, это было сказано гораздо раньше. У Иоанна в 6 главе, когда Христос говорит о хлебе, сшедшем с небес, и от него отворачиваются Иудеи. Христос говорит, не 12 ли из вас я избрал, но один из вас дьявол. Это не тайная вечеря, это гораздо раньше всё сказано. Я настаиваю, надо держать в памяти всегда то, что сказал отец Дмитрий по поводу Луки. Все остальные люди, если они… Хронологи. Хорошо, хорошо, хорошо. Да. Но вопрос вот в чём. если Христос вот так очень аккуратно ведёт Иуду к покаянию, почему? Он потом говорит, иди и делай, что должен. Что, может быть, он увидел, что Иуда никак не кается, но Иуда ничего такого не сказал. Ничего. Не я ли, Господи, ты сказал? Да. Это даже сарказм определён такой. Да. Он же знает, что он собирался сделать. Он уже понимает, что он хочет сидеть. Мне кажется, когда вот этот вопрос, который ты последний озвучил, отвечая на него, мы занимаемся полной ерундой. Угу. Потому что это всё равно, что, понимаешь, по большому счёту, по большому счёту, я почти ничего не зная о твоих взаимоотношениях с твоим сыном, скажем, Феофаном, и вот на основе того, что я вот тут знаю, да, и буду стараться делать какие-то выводы о его личности, о твоей личности, о твоих там, как твоей педагоги, в которой мы работаем и так далее. Ты же понимаешь, что это очень некорректно так поступать. Мы, на самом деле, не очень много знаем. Да. Мы, когда мы говорим о том, что вот Христос, он вот так вот поступал, он исходил из личности конкретного человека, которого хорошо знал. И это, по его мнению, ну, Бога, педагога с большой буквы, должно было как-то помочь. Помочь человеку измениться и не попасть вот в ту западню, в которую он, конечно, в итоге попал. Вот, но это очень важно понимать, что это индивидуальный подход Бога к человеку. И его нельзя, скажем так, делать общим, если угодно. Да. Можно я зафиксирую просто, переспрошу. То есть, вот эти слова Христа, что «я знаю, что один из вас предаст», это попытка заставить Иуду задуматься и, может быть, остановиться. Я исхожу из того, как Бог вообще действует по отношению к человеку. Вот начиная с грехопадения, да. Там ведь Бог тоже задавал вопросы, правильный ответ на которые, честный ответ на которые, да, могли бы изменить всю человеческую историю. Шагов началось, потому что шаги сначала услышали, тоже не случайно шаги услышали, готовилось. Мы видим, что Бог всегда так, ну, можно сказать, с каждым по-разному, конечно. В каждой ситуации по-разному, там, творчество Бога, оно ничем не ограничено. Но, тем не менее, схема именно такая. Бог пытается вот так очень нежно, волю человека, помочь воле человека направиться, ну, перенаправиться в нужную сторону. То есть, можно ли сказать из того все, что ты сейчас говорил, что вплоть до самого последнего момента, когда Иуда встал в постоянной вечере и ушел, все-таки был реально шанс, что это не произойдет? Я думаю, да. Но тогда вот эти слова – иди и делай, что должен. Мы исповедуем, веруем, что человек, пока жив, может покаяться, если измениться и перенаправить свою волю на благо и спастись. Мы в этом веруем, это у нас учение церкви такое. И отрицать это в отношении конкретного человека, Иуда, но это просто отрицать вместе с этим… И в то же самое время чётко противоположный взгляд зафиксирован в Писании. Лучше было бы этому человеку не родиться. Это же сказано про него. Про него. И это сказано устами Бога. Но это уже скорее… Подожди, это результат. Фиксация результата. Возможно, и мне было лучше не родиться, я не знаю. Возможно, и про меня Бог также скажет в своё время. Я не знаю. У меня есть надежда, что нет. И у него тоже. Мне кажется, что всё-таки речь идёт не об Иуде конкретном, а о предателе. То есть, не конкретный человек, лучше ему не родиться. А тот, кто предаст, ему лучше было бы не родиться. То есть, самому предателю, как не личности конкретной, а человеку, который так поступит. Хорошо. Я не вижу, чтобы это всё-таки радикально… История, она пишется всё-таки с перспективы какой-то, да? Конечно, конечно. И здесь… Но тогда получается, что вот данная ситуация, она в общем-то безнадёжна. Что если человек совершает это предательство, то для него путь покаяния закрыт. Нет. Но если лучше не родиться. Лучше не родиться – это слова Христа или Иисуса, Бога или человека? Он решил назвать. Личность во Христе божественная. А как же вот неведение, например, человеческое? Оно было? Отцы считают, что нет. Не было человеческого неведения? Считают, что нет. Только божественная отца. И человеческая эмоция… После… нет, человеческая эмоция была, но… Спасибо. Человеческая эмоция была. Молитва, сомнения… Если можно… Это же вообще человеческие страдания. Глубокие человеческие страдания. И желание, чтобы ученики рядом с ними побыли, пободрствовали. Вот необходимость простой человеческой поддержки. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня ставил? Просто вот здесь побудьте со мной, там молчите, да? Просто будьте… Молитва. Это ведь всё некая эмоция. Он же ведь не был, и у нас нет оснований полагать, что Спаситель был таким безэмоциональным роботом или безэмоциональным… Ну, Бог ему эмоции-то зачем? Ну, конечно. Сплакал, убивался. Но мы не можем сказать, что Христос говорит нечто просто на эмоциях. То есть, в любом случае, вопрос о том, лучше бы человеку не родиться… Я сейчас про другое. Я не говорю, что это на эмоциях сказано. Я говорю, что возможно… Я предполагаю, как мы все здесь сегодня предполагаем, да? Мы собрались… Понятно, что нас снимают, но мы, тем не менее, предполагаем многое. Вот. Я предполагаю, что, возможно, у этой фразы есть некая эмоциональная окраска, и вызвана она вот именно в таком её построении к определённым эмоциональным настроям. Это пожалуйста. Но вопрос-то вот в чём заключается. Это так на самом деле или нет? Потому, что когда я, например, говорю что-то на эмоциях, когда меня остановят… Подожди, ты точно это имеешь в виду? Я говорю, да нет, но это я преувеличил. Естественно, там может быть всё по-другому немножко, да? То есть, если мы эту фразу берём и рассматриваем всерьёз, то мы можем просто спросить себя, либо это некоторое преувеличение эмоциональное, вот в таком состоянии, да, каком-то… Либо это истина, как она есть… Какой-то универсальный закон этого мироздания, да? Вот так это или нет? Лучше было бы не родиться. Мне кажется, что всё-таки Христос не говорил чего-то такого, после чего его можно было бы остановить и спросить, точно? Он бы сказал, да нет, я переборщил. Переборщил, да. Переборщил, то есть, Христос не переборщил, он совершенно точно говорит, лучше было бы не родиться. Я понимаю, я понимаю, да. Но я к нему к другому хотел, на самом деле, вывести, потому что, если мы говорим, что это слова Бога, и мы к этому пришли, да, по большому счёту, то у Бога есть ещё и некое сведение и понимание того, собственно говоря, каким будет наш жизненный путь, ну, потому что он не времени находится, да, для него это всё уже открытая книга совершенно. И, естественно, что про некоторых людей Бог наверняка может такое сказать, что их выборы, их воля, ну, вот, привела их к такому состоянию, то есть вообще, что ему лучше было не рождаться. То есть, об этих людях можно сказать, что дьявол в конкретной ситуации поставил Богу мат? Я не знаю. Я верю в милостердие Божие, но как оно, и говорить о нём, это очень сложная, непростая задача, я не рискую. Мне кажется, что выражение, кстати, мне кажется, важно вспомнить, да, Владыка в самом начале сказал, что вот лучше было бы, упоминается несколько раз, в том числе, можно как синоним, лучше было бы, там, мельничный жернов и так далее. То есть, ситуация Иуды в этом смысле не исключительная. Но мне кажется, что слова «лучше было бы не родиться» не говорят чего-то о каком-то последнем решении, а говорят об очень трудном, страшном, ужасном, трагичном пути. То есть, есть ситуации, в которых мы смотрим и понимаем, что… Лучше бы человек в них не попадал. Да, что лучше бы человек в них не попадал. Это не значит, что это сразу как-то решение нет. Последнее осуждение, да. Здесь уж если говорить про последние какие-то вещи, то вот в первосвященнической молитве Христос говорит, что я их сохранил, и никто не погиб, и из них кроме сына погибели. Вот даже эти слова, они жёстче в этом смысле, чем слова «лучше не родиться». Потому, что «лучше не родиться» это означает, ну вот такой человек выберет такой страшный путь, что лучше бы ему эту жизнь не начинать. Но при этом, как вы в самом начале правильно заметили, Бог в конце концов решает, кто родится, а кто не родится. Мы не можем сказать, что Бог вот кого-то случайно привёл в бытие, или кто-то случайно пришёл в бытие, он смотрит и говорит, ой-ой, лучше бы вот такому человеку и не появляться. То есть, да. Ошибочка вышла. Здесь нет никакой ошибки. Бог дал человеку жизнь. Более того, если мы знаем, что Христос не определял путь Иуда, и до последнего за него в каком-то смысле боролся, мы можем сказать, что вот это «лучше было бы ему не родиться» означает, всё-таки я на этом настаиваю. Это указание не на личность, а указание на путь, по которому пошла личность. Путь предательность. Да, потому что в итоге Иуда мог не предать. Это просто учение, наше учение о свободе воли. Более того, если об этом говорить, мне кажется, что обстановка вокруг Христа была такой напряжённой, что нашёлся бы, я понимаю, что это предельно сослагательная какая-то история, но нашёлся бы другой человек. То есть, они искали, первосвященники искали, как погубить Христа. И никакой жёсткой обязанности у Иуды не было, потому что иначе не было бы никакой ответственности. Да, Христос говорит, идёт по написанному. Но вот кто идёт по написанному? Горе тому, кем он предаётся. Да, да. Горе тому. Но вот речь идёт, мне кажется, всё-таки о самом феномене предательства, а не о человеке, о конкретной личности. А всё-таки мы не проговорили, что делаешь, делай скорее. Это не богословение? Да, очень важный момент, то, что происходит в Гефсимании. Не в Гефсимании. Нет, это когда на Тайной вечере. На Тайной вечере. Когда он подал ему кусок хлеба. Что делаешь, делай скорее. То есть, этого момента входит в него сатана. Здесь вопрос в чём? Представьте себе, что какой-то человек собрался сделать что-то плохое. Вы ему можете сказать, что делаешь, делай скорее, в двух смыслах. Либо давай уже просто глаз долой, заканчивай. Ты решился, заканчивай. Либо ты прав, делай, что предписано. И отсюда, например, все эти идеи, что может быть… Муретов, по-моему, высказывает эту идею. Кто-то из западных богословов, что Христос чуть ли не договорился с Иудой, что вот так нужно. Поэтому иди, делай, что должен. В смысле, иди, что делаешь, делай скорее. А с другой стороны, понятно, что тогда не было бы никакой традиции осуждения, возмущения. Он просто выполняет волю Божию и всё послушать. Мы же видим, что он не выполняет поручения. Потому, что мы только что сказали, лучше было бы такому человеку не родиться. Что тогда значат эти слова? Да, Улыка, что это значит слова? То, что делаешь, делай скорее. Ну, не знаю. Я в этом вижу ещё одну попытку остановить или как-то сделать так, чтобы он переосмыслил. Мне думается, что все абсолютно слова, обращённые к Иуде в этом смысле, они направлены именно на это. На то, чтобы воспрепятствовать Иуде погубить себя самого. Христос понимал, к чему приведёт. И отец Стефан замечательно сказал, что не Иуда так другой. Тем более, что это вообще коллективное действие. Многие лже свидетельствовали на Христа. И это как раз стало причиной формальной. Мы видим, что Синдиод был собран вопреки всем формальным требованиям. Там много было, много всех самых разных нарушений и так далее. И церковь говорит, что это не вина там человека конкретного. Это вина скорее человечества. И мы тут все в этом смысле… И Достоевский замечательно тоже писал. Не только он. Так вот, поэтому мне думается, что все слова, ещё раз повторяю, свои мысли, Христа к Иуде обращённые в этом контексте, они направлены на то, чтобы как-то Иуда переосмыслил и не совершил того, что он совершил. Понятно. То есть, может быть, речь идёт о том, что уже окончательно я знаю, что это ты, да, и давай же. Ну, давай, скорее. Стыдно стать, например. Да, такой вот вызов. Ну, когда такое говорит, вот ты человек такой быть, ты должен быть стыдно вроде бы стать, да? Вот, может быть, через это пристыдить, как ты, и через стыд, чтобы он в себя пришёл, но не произошло это. Это, знаете, в некоторых драматических всяких фильмах, когда, допустим, один другого убивает, и тот ему говорит, ну, чего ты медлишь, не медлишь. Стреляй. Да, 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 да. Вот это вот стреляй. Это же наоборот. Сказано для того, чтобы ты не выстрелил в итоге. Да, вот так и здесь. Да, это хорошо. Мне нравится. Что делаешь, скорее, для того, что ты остановился. Да. Но Иуда же встречается ещё сильнее и говорится, как бы, что вот вошёл сатанавтиму. То есть, крайняя степень ожесточения, когда уже переходит к действию. Может быть, мы чего-то вообще недопонимаем ситуацию с Иудой? Безусловно. Мы ничего не понимаем ситуации с Иудой. Внимание, давайте зафиксируем. Мы ничего не понимаем. Я подчёркиваю, что мы ничего не понимаем, потому что это всё же тайна общения Бога и человека. С конкретным человеком. И говорить мы можем сильно предположительно и думая непрестанно о том вообще, как вот мой-то диалог с Богом складывается. Владыка, ну всё-таки я хотел бы тоже отметить со своей стороны, что мы знаем, что предательство – это плохо. Мы факты знаем. Мы знаем, что предательство погибельно и мы знаем точно, что Иуда предал. Мы можем гадать, как он к этому пришёл, мы можем гадать о том, что произошло после этого, но факт остаётся фактом. Поступок Иуды Христом оценивается как страшная не ошибка, не промашка, а сознательный плохой поступок, ужасный поступок. Безусловно. Но мы должны всё же помнить о тайне общения человека и Бога. Я согласен. Просто почему я это подчёркиваю? Потому, что в попытках как-то оправдать или сделать поступок Иуда красивым мне видится какая-то девальвация греха. То есть, грех, он именно совершён. В этом смысл прощения Божьего. Потому, что если ты не совершил никакого греха, если у тебя там были какие-то хорошие цели, планы, ты там где-то ошибся, переусердствовал, что-то такое. В чём прощать тогда? Ну, можно сказать, и ладно, друг, ты переусердствовал, неправильно меня понял. Ещё что такое? Смысл именно в том, что грех совершённый, что это именно грех, сознательный поступок. Тогда есть трагедия, тогда есть проблема. И тогда уже можно переходить к раскаянию Иуды. Да. Давайте перейдём к раскаянию Иуда. Отец Дмитрий, пожалуйста. Раскаяние Иуды – это на самом деле? А можно сказать, что Иуда принёс Богу покаяние? Какой хитрый вопрос. Но всё-таки в нашей христианской традиции принести покаяние – это означает провалиться сначала, скажем так, в дыру какую-то. Совершить грех. Совершить грех. Осознать. Осознать, упасть. Признать его неправильным и принести соответствующие плоды покаяния. Совершенно верно. То есть, определённые действия, которые будут прямо противоположными совершённому. Исполнится благодать и вылезти из этой ямы. Да. Начать жить по-новому. Я хотел бы отметить, что там слово интересное употребляется. Обычно мы привыкли к тому, что покаяние – это метание, да? Или метаноик, перемена ума. Ну, там по-разному можно читать, как ты знаешь. Да. А там употребляется метомеломай – это тоже покаяние, но реже употребляется. Там два раза у Павла, по-моему, три раза у Матфея. Это скорее такое сожаление. То есть, словари пишут, правда, что это можно… то есть, это синоним покаянию, как вот метанои, да? Но всё же слово другое. Слово… Ну, это тоже… Нет, нет, нет. Мне кажется, что это важно. Иуда не раскаялся в смысле перемены ума. Иуда сожалел. Иуда очень сильно расстроился. В юрийском шуа – это вообще другое тоже. Понимаешь? Чуа – разворот. Да, разворот. Да, разворот. Почему что как такового? Нет, почему? Это разворот. И нечестивые тебе обратятся. Обратятся – разворот. Да, правильно. А Иуда не развернулся. А… Да. Ну, как? Иуда сожалел. Он очень расстроен был. Мне интерес послушать о Дмитрии, с учётом твоей реплики, да. Я вот на самом-то деле почему-то думаю, что Иуда действительно покаялся. То есть, был у него этот разворот. Просто то, что он совершил, то, как он готовил себя к этому греху и насколько, ну, вот это, скажем так, страсть, да, вот этот помысел, не знаю, и вот это вот действие, насколько они углубились в его душе, что он просто это не вывез. То есть, в этом и есть вот… Ну, вот представьте, такой образ приходит на ум, да. Вот есть человек, который, например, ограбил банк. Да. Этого человека ловят, суд, и дают ему, допустим, 15 лет, потому что, ну, нанёс очень большой ущерб, но там кого-то покалечил, но никого не убил. А есть насильник, который, допустим, убил много людей. Его ловят, да, тоже осуждают. Смертная казнь. Там расстрел, электрический стул. Хотя, в принципе, могли бы на пожизненное. Но почему расстрел, смертная казнь? А потому что мы, как общество, не вывозим то, что он сделал. Вот не вывозим. Даже мы ему приглашаем священника, то есть, он исповедуется в конце. Мы уже все даже его простили. Мы говорим, ну, слушай, ну, ты не жилец. Тебе места нет. Отец Дмитрий. Подождите, Стефан, секундочку, я закончу. Это же гипотеза, это предположение. И, в принципе, мне кажется, то есть, Иуда, он эту меру стократно перешагнул. То есть, он совершил нечто такое, что его душа неспособна вывести просто была. Но не было ресурса такого у него внутреннего. То есть, Петр, он тоже согрешил. Но понятно, вот отец Стефан говорит, что это был все-таки не тот грех Иуда. Несопоставимые. Несопоставимые меры. То есть, допустим, если у Петра 1% греховности, грубо говоря, у Иуда 650%. То есть, грех Петра, он поддается. То есть, там можно измениться и потом еще наполниться благодатью и жить вполне себе счастливой жизнью. То, что сделал Иуда, оно, в принципе, не предполагает то, что земля носить будет человека. То есть, человек будет просто в диком состоянии какого-то внутреннего. Ну, вот это вот именно трагедия. То есть, здесь нельзя по закону судить. Здесь это вещи, которые не измеряются какими-то юридическими палетками, линейками и рулетками. Это вот именно онтологический статус какой-то проблемы. То есть, не может просто наше существо какие-то вещи вынести. То есть, все-таки он раскаялся. Я думаю, он раскаялся. Раскаялся. И об этом свидетельствует же то, что он сделал. Он совершил поступок. Он пришел к евреям, к иудеям, сказал, судите меня по закону. Я, во-первых, лжесвидетель. Во-вторых, я кровь невинную предал. Вот вам ваши 30 серебряников. По сути, он себя подвел под смертную казнь. Говорит, я хочу умереть вместо этого человека. Вы должны меня убить. Да, вы должны меня убить. То есть, он хотел расплаты кровью. Твой рассказ напомнил мне историю некоторых моих знакомых самоубийц, которые реально самоубились. И вот они в качестве причины, почему они это сделали, сообщали следующее. Ну, простая фраза. Больше не могу терпеть себя. Да. И получается, что в твоей логике, в твоей гипотезе, действительно человек может прийти к такому тупику, из которого не будет выхода никакого. Так что ли? Потому что я в это не верю. Ну, вот это никак нельзя проверить. Но Иуда пришел к такому тупику. Понятно, что его покаяние, это не то покаяние, о котором мы говорим, как о покаянии и ко спасению. Это не та метаноя, о которой в церкви мы говорим. Потому что та метаноя, о которой мы говорим в церкви, она все-таки к обновлению души, примирению с Богом и так далее. Но там явно было какое-то… Отец Стефан давно хочет… Я взял на себя роль ведущего, пока отец Павел ушел книжку читать. Отец Стефан давно тянет руку. Есть люди, которые совершают ужасные преступления и потом спокойно себя чувствуют, прощая себе эти вещи. Здесь как раз я хотел бы два литературных примера привести. Есть Раскольников, о котором не говорится, что он раскаялся, но мы видим его в конце романа на пороге буквально покаяния. А есть Иудушка Головлев, которого совесть съела. И Златоуст говорит, что Иуду из Кариота съела совесть. Она просто сожгла его. То есть, она очень строго его судила, и он не нашел себе никакого выхода. Вот Иудушка Головлев тоже в итоге. Он мог бы, но он себе не позволил, не простил себя. То есть, не поверил в прощение Бога, не поверил. Вообще, черная стена упала такая. И Иудушка пошел на могилу к матери и умер. Сгорел просто. Кстати, почему сгорел? Это все произошло в Страстной четверг, когда он послушал 12 Евангелий. Он пришел домой, ходил по комнате и говорил, неужели нас всех простил? Столько мы всего сделали, и он все равно всех простил. И он не смог поверить, что его тоже простил Христос. Пошел на могилу к матери и умер. И Иуда, он не смог поверить в это прощение. И просто сгорел внутренне. Вот есть другая версия, опять-таки, это исключительно авторская версия. Цитата. У Иуды просто выбора нет. Ему приходится стать и преступником, и палачом, и проклятым, и карающим проклятого. И это совершенно законно. Его самоубийство не грех. Это не богоборчество, и не гордое или отчаяние от движения милости Божьей. Не бегство в петлю от Христа, и даже не действие дьявола, как принято представлять его суицид в традиционных толкованиях. Дальше. Но с точки зрения сохраненных современных Иуде заповедей и религиозно-этических взглядов, он не совершает никакого порицаемого или греховного деяния. И дальше, да, согласно иудейским представлениям, преступник имеет моральное и религиозное право на самосуд и казнь от собственной руки. То есть, с точки зрения автора, это самоубийство было не жестом отчаяния и окончательным разворотом от Бога. Это было, наоборот, полным разворотом в сторону Христа. Раз я по закону преступник, я по закону должен быть осуждён, я сам себя осуждаю и сам привожу этот приговор в исполнение. С точки зрения, как утверждает Дарья, традиционного для того времени иудейского представления это было совершенно законно. Мы со своей стороны смотрим на это по-другому. Владыка, как ты откомментировал бы? Интересно. Я смотрю со своей стороны по-другому. Я, ну, при всём уважении, Дарья, действительно большом уважении. Я не знаю, вот мне бы хотелось, конечно, тут конкретные ссылки уже на источники, да, на бытующую традицию и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я, ну, небольшой специалист в иудаизме той эпохи, конечно, ну, это мягко, если сказать. Вот, но так из общего понимания логики Ветхого Завета я что-то вот как-то… Ты помнишь хоть одно самоубийство в Ветхом Завете, которое оценивалось бы как нормальное? Не припоминаю. Я припоминаю такие, конечно, вот эти вот… Там кто-то пал на собственный меч. Ребята, которые… Ну, это так случилось. То есть, которые Масаду защищали, ну, это уже, да, они там самоубились, но это другая история была. Ну, это не метода. Это и в православной традиции… В православной традиции есть, когда ради сохранения там действенности от всяких вот нехороших людей… Да, просто целые деревни сами себя подрывали, чтобы до туркам не попасть. Мне всё-таки кажется, что… Ну, это разные вещи, конечно. Мне всё-таки кажется, что если бы в культуре того времени этот поступок можно было бы оценить как, собственно, привидение… То есть, скажем так… И покаяние в нашем смысле, да? Или, скажем так, достойное наказание тому, что ты сделал… То есть, вот, допустим, Пётр плакал, выжил и плакал, да, а вот Иуда, он, допустим, самоубился. Если бы это считалось каким-то возмещением… Ну, не просто даже, а что это… Допустимо. Как будто это решает действительно его проблему. Мне кажется, что апостолы так бы и написали. По крайней мере, хотя бы отчасти так и оценили. Но они, и мы знаем из книги «Деяния апостольских», и знаем из Евангелия, всё-таки оценивают это по-другому. И никак этот поступок никак не реабилитирует Иуду и его деяния в их глазах. И мне кажется, что учитывая, что Евангелия писались после Пятидесятницы уже людьми, ну, вполне просвещенными Духом Святым, не такими, которые там ещё сомневаются, соперничают и всё прочее. Да, мне кажется, что если бы Писанию необходимо было как-то поставить вот этот поступок Иуды как нормальный, и оно бы и было так поставлено. Да, т.е. каким-то образом эта тема была бы написана. Потому что люди прекрасно знали традицию. Ну, конечно. Мы это её реконструировали в любом случае. Сама Дарья, кстати, в книге пишет, что у Иуды был предсуицидальный синдром, т.е. она об этом очень много пишет, поэтому я не знаю, как у неё состыкуются две версии. С одной стороны, помрачение там жуткое и отчаяние, вот это дикое уныние, а с другой стороны, такое холодное, расчётливое исполнение закона ради Торжества справедливости. Да. Что-то не сходится как бы. Нет, ну почему? Она объясняет, что он не поступил, он не осуществил суицид в состоянии аффекта, поэтому это был не тот суицид, который с нашей точки зрения подвержен осуждению. Не уверен, но я думаю, что… То есть, очевидно, у него не было покаяния в нашем смысле этого слова. Это абсолютно очевидно. Его покаяние, так скажем, в кавычках, оно привело к смерти. Да. То есть, это было именно такая… То есть, он загрыз себя. Да. Вот. Как, кстати, часто делаем и мы, дорогие братья и сестры, вот, когда ну каемся не с Богом, да, а вот слишком начинаем болезненно копаться в себе, обвинять себя, пищевать себя, включаем… Когда… Когда внутреннего критика, да, отец парень. Дим, ну и так далее. Отец, это когда вот то же самое, да, что мы с тобой уже поговорили, отдать все Христу, когда ты ему грех не можешь отдать, себе его присваиваешь. Это называется мнительной совестью. Здесь не соблюдается некоторая мера. Я вот недавно размышлял о мере, доклад даже там конференции делал. Мне понравилось, что в книге Иисуса сына Сирахова, там, когда он рассуждает о мере, он говорит, что не бери на себя слишком много, научись предавать Богу и видеть свою меру, свою некоторую малость. И вот Иуда, мне кажется, именно этого не смог сделать, потому что, с одной стороны, мне кажутся неправильными попытки сделать вид, что поступок Иуды ничего плохого, да, там, или что-то. С другой стороны, мне кажется, неправильным сказать, что его покаяние – это тоже, ну, в общем, что-то там ничего не стоящее, да, просто загрызть себя и все. То есть, он реально плохо поступил, и он реально передумал, то есть, он реально решил, что этот поступок был плохим, он реально действительно подлинно оценил свой поступок как плохой. Но дальше он не смог понять, что в итоге это все в руках Божьих и не смог отдать этот поступок Богу. И это, кстати, очень в его характере, потому что он и преступление это совершил. Почему? Потому что он хотел все проконтролировать, все себе. И здесь то же самое, как бы, да, в обратную сработало. Весь грех мой, и только я должен нести за него ответственность, и Богу я его не отдам. А из этого вообще и всей этой истории мы, кажется, можем сделать очевидный вывод, который нам необходимо всем помнить, да, что само по себе осознание греха еще не означает покаяние в том смысле, который это вкладывает церковь изменения. То есть, это не ведет к спасению, так сказать, да. Тут некие другие шаги нужны. И вот я упомянул уже самоубийц, некоторых своих знакомых. Я, на самом деле, ну, понятное дело, что все мы глубоко скорбим, когда с ним сталкиваемся. Но я вижу там вот ровно то же самое, что произошло с Юдой, по большому счету, ну, после его осознания своего злодеяния, да, что он не смог двинуться дальше и вот отдать этот грех, принести его Богу и от него освободиться, если угодно. И почему страшно так это становится? Потому что мы живем в обществе, в котором, ну, мы дивно маргинальны, и люди, на самом деле, не знают, что есть такая дорожка. Просто не знают. Меняют уже сайт. Потому что действительно страдают под тяжестью своих грехов, мелких, больших, неважно, и не находят выхода зачастую. Или находят выход совсем не там, не те, не туда. Ну, и в большую себя еще загоняют пропасть, яму, вернее. Вот. И, ну, точка. И хотелось бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта история, она была осмыслена как можно большим количеством людей, именно с ее финалом, что вот может так, а можно ведь… – Да, вот мне кажется, Владыка очень хорошо подводит нас к завершению сегодняшней нашей беседы. Отец Стефан, отец Дмитрий, а вот вы что бы посоветовали нашему зрителю, слушателю, нашему современнику, который в какой-то момент может вполне себя ощутить, но в состоянии близком к Иуде? Вот предложите какое-то ваше видение, свой антидот, чтобы не пойти тем самым путем. Вы знаете, мне кажется, что вот когда мы говорим о поступке близком к Иуде, нам всем представляется какой-нибудь ужасный преступник, там, человек, который убил, предал, изменил, не знаю, там, совершил какой-то ужас. Но на самом деле, даже просто как священник, который исповедует людей, я замечаю, что сама модель поведения Иуды и восприятия им своего греха, она свойственна далеко не только страшным преступникам, она свойственна даже очень благочестивым людям, которые, подходя на исповедь, например, очень переживают, что они не всё перечислили, что-то забыли, что они скрупулёзно должны обо всём обязательно Богу сказать, потому что у них есть, прямо ощущается, внутреннее желание сделать всё самим. Ещё правильно. Всё проконтролировать в своей вот этой вот душе, всё начистить, надраить до блеска, чтобы прийти и сказать, господи, я сам ничего не упустил, я сам всё вспомнил, я сам всё оценил. Я сделал всё как следует. Даже если я не сделал всё как следует, я сам всё признал. И вот этот ужас от того, что ты можешь чего-то не учесть, о чём-то забыть, он их уже повергает в такой какой-то мрак просто внутренний, потому что, а вдруг я чего-то не вспомню. То есть, они что делают? Они забывают, что в итоге прощение, спасение – это всегда дар. Всего невозможно заслужить. И поэтому первое, и, наверное, главное в данном случае, что я посоветовал бы, я бы посоветовал помнить, несмотря на естественную необходимость каяться и думать о своих грехах и размышлять о них, всё равно, вот и отцы много об этом пишут, не закапываться, потому что закапывание в подробность греха приводит к унынию. У нас сегодня кажется, очень многие даже как-то так иногда говорят об этом, что вот как долго человек исповедуется, так, наверное, в такие глубины он входит. И вот это такая своего рода какая-то и психологизация, и, в общем, попытка какие-то глубины исследовать, она бывает, может быть, иногда полезна, но всё-таки отцы говорили, что такая попытка, что такие пути могут привести к унынию. Вот как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что ты когда каешься, ты, да, перечисляешь какие-то вещи, но ты ввергаешь, всё это повергаешь перед бездной божественного человеколюбия. Помни, что не ты это всё вычищаешь, ты Богу это всё приносишь. И вот не забывать о Боге, о той стороне, прощающей и исцеляющей. Спасибо, отец Дмитрий. Двой рецепт. Я, наверное, продолжу отца Стефана, может быть, немножко с другой стороны. Ведь, смотрите, Иуда, он был призван Христом со всеми своими достоинствами и недостатками, как и другие апостолы. Христос знал, на что он способен, что он сделает, в конце концов. Он всё равно его призвал, всё равно дал благодать, и бесов Иуда изгонял, и чудеса различные совершал. А совершил он то, что совершил, в том числе по той причине, вот я имею в виду самоубийство, не смог он нормально покаяться, как Пётр, потому что он не смог себя принять вот таким, какой он есть. То есть, он хотел, возможно, видеть в себе только хорошее, вот. А вот плохое, настолько оно его тяготило, и настолько оно перевесило, да, и он себя загрыз за это плохое. То есть, уничтожил просто себя, потому что не смог это держать. Остец Стефан Сычкунович, я сейчас просто мысль потеряю. И на самом деле, ну тоже как человек, который исповедует, да и я и сам такой, да, я очень люблю себя грызть, прям до костей гладать, когда что-нибудь совершаю, он сразу мысль, ну как я, как я мог это сделать, вот в каком у меня помрачении находился, и начинаю кровь сосать из себя. А, кстати, автоматом из всех окружающих, потому что, когда у меня кровь заканчивается, да, я люблю присасываться к жене, к детям, к коту своему, как бы, ко всем окружающим. Ну да, ну если уж человеческой крови нету, можно и кровь животного пососать иногда, понимаете, тоже отыграться на нём. Зачем я тебе свою кота отдал? И здесь, конечно, ну у нас как-то мало в традиции об этом говорится, о принятии себя таким, какой я есть. То есть, смысл в чём, я родился, я уже запрограммирован определённым образом, так работает вот это, ну извините, родовое проклятие, да, т.е. Адамов грех во мне. Т.е. есть какая-то модель жизни, сценарий, как говорится, в современной психологии, который я отрабатываю, мне очень сложно из этой калии выйти. И единственное, что я могу сделать, принять себя таким, да, вот каким я уродился, и вот таким себя отдать Богу. Вот. Потому что только Боженька может меня из этого состояния вытащить. Ну... Если я себя не приму, если я начну себя как бы... По-моему, кто-то хочет тебя стукнуть. Аж подпрыгивает. Да я только одно хочу сказать. То есть, здесь речь идёт не о том, что дай после меня хоть потом буду хороший, хороший, плохой, но принимайте меня вот таким, какой я есть. Т.е. нет, не об этом идёт речь. О том, чтобы увидеть до конца и прожить свою даже ненормальность, понять, что ничего я с ней сам своими силами сделать-то не могу. Единственное, что мне в этой ситуации остаётся, признать вот это своё бессилие, отдать его Богу, а Господь, Он знает, что делать. Ему только этого и нужно, на самом деле. Когда я признаю перед Ним, что, Господи, ну, я вообще не состоялся. Никак не хороший отец, там, никак хороший священник, никак хороший семьянин. Вот. Возьми вот эту мою гадость и используй даже её в своих целях. А то, что Господь наши гадости может даже в своих целях использовать, это однозначно. Да, извините, я полностью с тобой согласен. Один только момент буквально. Мне просто кажется, это важно. Пошёл третий час, да? Да слушай, ну, мне просто правда кажется, что это важно. Вот почему. Когда современный человек православный слышит принять себя таким, какой ты есть, он автоматически думает посчитать в этом состоянии себя хорошим. Я только что говорил, что это не так. Вот на самом деле здесь речь об этом не идёт. Конечно. Когда ты признаёшь, ты просто принимаешь, что это есть во мне, и дальше уже предаёшь себя... Другими словами, гораздо лучше то, что я есть, чем то, что я есть. То есть, сам факт моего существования для Бога, он значит гораздо больше, чем то качество моей хорошести или моей плохости, в котором я в данный момент сейчас нахожусь. И это сразу даёт определённую надежду. Друзья мои, спасибо вам большое, ваше Преосвященство, дорогие преподобные отцы. Благодарствую за такую содержательно интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие зрители, дорогие слушатели. Подписывайтесь на канал Фомы. Пишите свои комментарии, свои возмущения, свои положительные реплики, какие-то, может быть, у вас есть мысли по поводу дальнейших наших встреч, если вы хотите, чтобы в таком составе мы продолжали общаться. Всего вам доброго. Слушай, я не знаю, можно без этого Преосвященства ещё раз записать. Мне кажется, под конец уже сил не было от этого Преосвященства. Нет, тебе понравилось? Хорошо. Пусть сменяется. Пусть сменяется. Преосвященства отец. Продолжение следует...